Зимовая каска. За минулую ночь Гомельшину накрыла снегом и сторонки социальных сеток одразу наполнились аматорскими фото с дымками. Так Константин Сажлобина зарабил фото по час ранешней пробежки. При этом отзначил, что ни шаканы снег не примусил отмовиться от тренировки не только его. Анастасия Будникова с Гомеля опубликовала фото маленького сына, який максимум у першиню бажать такий серьезный снегопад. Гомельчанка Виктория Гарлачова опубликовала снежное фото еще вчера в вечере и подписала. Первый снег каждый раз приходит не шакана и каждый раз в першиню в жизни. Ну а для синоптиков это только новая климатичная картина чергового дня. На сегодняшнюю ранницу максимальную высшую снегу у региона зафиксовали у Гомеля и у Василевича, где этот показчик оказался высшей за среднесуточный у двоя. На другом месте Жлобин там лежать 6-сантиметровые гурбы. Вогли по полночным заходе снежное покрыво утворилось повсюдно. Однако по словах синоптиков, гэты снег рыхлый и мокрый, тому долго радовать не будем. Максима до завтрашнего дня он уже растанет. При этом у областном гидрометэцентре отзначили, что периодичные опадки у выглядзі мокрого снегу будут исти у весь тыдень. Устойливые снежные покрыво, как правило, з'являются только до середины снежня. Дарыши климатычная картина гэтага дня не пауплывала на картину дорожно-транспортную. У сплёску ДТЗ у регионі не зафиксована. Наприклад, ранецой у областным центры зарегистровано только 5 дробных здареньев. Сярод и худельника у хтості не поспев пера будь железного коня, а хтості яше просто не привык до снежной дороги. А вось коммунальные службы были на паготове. У областным центра на уборку снегу спецтехника вышла яше учора у вечера и протягивает працавать. На боротьбу со снегопадом в Гомельской области накеровано больше, как 60 одинок уборочной техники. Выдатковано 700 тонн супрать гололедной сумеси. Предварительно жилищно-коммунальное хозяйство было готово. Была конкретно подготовлена специализированная техника, необходимое количество пескосоляной смеси. Поэтому сегодня в ночь с учётом выпадения снега вышло 19 единиц пескоразбрасывающей техники. Соответственно, тот необходимый объём пескосоляной смеси, который был предварительно к сезону заготовлен, его в полной мере хватит на сезон. Поэтому опасений каких-то и будем говорить в том, что завтра будет больше снега и жилищно-коммунальное хозяйство не справится с поставленной задачей, я думаю, не настораживает.